Когда нужно начинать обучать своего маленького ребёнка иностранным языкам и проблема так называемого bilingual brain, то есть двуязычного мозга. Наверено, кстати, не только наукой, но и моими студентами. Я неоднократно в наших с вами индивидуальных сессиях говорю о том, что я обожаю ваши вопросы. Я очень люблю пытливых студентов, которые задают вопросы любые. И даже тогда, когда им кажется, что они самые глупенькие, самые простые, непонятные, ниоткуда идущие, неизвестно, откуда идущие, на самом деле это всегда целый кладезь чего-то интересного, что можно раскопать и в чём можно покопаться. А ещё я очень кайфую, вот действительно другого слова не могу найти, когда вижу, слышу и чувствую, что моим студентам нравится то, что мы делаем на уроках, например, на странных языках. Ну, вы знаете, что очень часто теперь уже практически неконтролируемо все мои уроки, они так или иначе переплетаются вместе с психологией, это уже просто, по-моему, неизбежно. И поэтому эти уроки превращаются просто во что-то очень невероятное. То есть это очень наполненный получается у нас со студентами контакт. И я писала где-то даже пост о том, что мои студенты во время урока улыбаются. Я это вижу, слышу, чувствую. Даже тогда, когда мы занимаемся без камеры, очень здорово на первых парах, там просто hello, hello, услышать всплывающуюся мордашку в улыбке, да, и понимать, что человек рад себя слышать и понимать, что он ждал этой встречи. И это всё неспроста. Одна из моих студенток, она наверняка сейчас себя узнает, если услышит это видео, да, она, в общем, появляет, откуда ноги растут. И я, в общем, она задала мне вопрос, на который на своём канале я должна была ответить очень давно. И почему я этого сделала, я на самом деле просто не понимаю. Будучи и преподавателем иностранных языков, и переводчиком, и человеком, в чьей голове английский живёт, там, не знаю, лет с трёх, наверное, да, то есть у меня уже стаж английского языка почти такой же, как стаж моей жизни в целом. И как человек, закончивший американский вуз, как живший в Америке, да, я до сих пор не понимаю, почему я не сделала видео про bilingual brain, почему я не сделала видео о том, когда стоит начинать обучать ваших детишек английскому языку. Этот вопрос, на самом деле, волнует очень многих, конечно же, и он не так-то прост для ответа, на самом деле. Ну, мы начнём, наверное, с чего? Мы начнём, естественно, с нейробиологии, да, с онтогенеза, с развития нашей коры, так называемой, да, с развития нашего серого вещества, с его извиненками, этого магического органа, да, который заключён в нашей черепной коробушечке и рурит нами до самого последнего нашего дня и с, в общем, 20-й недели после зачатия. Да-да, после 20-й недели, после зачатия, у эмбриона, у ребёнка уже начинают формироваться извилины. И я уже об этом говорила, упоминала, да, поэтому, девочки, очень важно понимать это, да, что в 20-й неделе у вашего ребёнка уже формируется не просто там душа, там же извилины начинают развиваться, это же обалдеть, собственно. Отвечая на вопрос о том, когда стоит начинать обучаться у ребёнка английскому языку, обучать на него очень сложно, потому что, с одной стороны, мы все сейчас в наше время стремимся чуть ли не с колыбинки, да, начать насаждать на наших детей разные курсы, факультативы, там, продлёнки, нанимать нянь, гувернанток, каких-то учителей, которые там чуть ли не с двух лет начинают с ребёнком носителей, причём нанимают, да, чтобы они занимались нашими детками и учили их на странном языке. Буквально недавно я там начала частенько захаживать на один из профессиональных сайтов, где, собственно, да, профессионалы, преподаватели, ну и разные другие размещают свои, значит, услуги. И мне просто стало интересно, что ищут люди. И вот я смотрю, огромное количество людей с ней и ищут реальные носители языка для детишек в полу, полтора года, чтобы они уже с ними играли и разговаривали на английском языке. И всё бы ничего. И это, наверное, круто очень, да, то есть типа формировать этот самый bilingual brain. Однако против природы матушки не попрёшь. Вот насколько я за это развитие, да, я очень раньше, особенно до получения психологического образования, я как маньяк такой книжный была, да, и я всегда была за то, что нужно грызть, дробить эти все знания, познавать, узнавать, становиться лучше каждый день. И вот ни дня нельзя без собственного развития. Но, может быть, такой подход реально хорош, когда вам уже после семи, после восьми, а ещё лучше 12-13 лет. Почему? Значит, мы должны с вами понимать, как развивается мозг. Наш мозг развивается от древних культур к новым, от древних структур, прошу прощения, да, к новым структурам. Первая структура, древний, древний наш мозг, отвечает за развитие всех наших эмоций и вот этих вот внутренних наших реакций, да. Когда ребёнок рождается, он весь такой в хаосе, да, помните, я всегда привожу картинку, вот он там ручками-ножками, да, машет и всяко-разно хаотично двигает, потому что всё у него вот так, вот у него всё везде так. Ребёнок, младенец, это взрослый в неврозе, да, в очень сильном психозе. Ну, если проводить такие психологические прикольные параллели. У него ещё не развита вот эта контрольная система, он не может ничего контролировать. И первые три года его жизни, они будут посвящены для того, чтобы научиться сначала регулировать свою моторику, на работу своего тельца, и все силы мозга будут, вот, собственно, направлены туда. Потом до трёх лет он также будет учиться управлять своей эмоциональной сферой. Когда плакать, когда не плакать, когда смеяться. Это огромные усилия, это огромная энергия, она затрачивается именно туда. Да, мы должны обязательно сказать, что ребёнок рождается с намного большим количеством нейронов, чем вот мы сегодняшние взрослые люди, да, потому что все эти нейроны, они вот как-то начинают, да, узко специализироваться, а ненужные, они просто потом, в общем-то, затихают, да, они перестают передавать эти нервные импульсы, и их становится меньше. Если бы мы жили с таким невероятным количеством нейронов, не обученных, как мы имеем их при рождении, то мы бы, наверное, все были бы с СДВД, да, с тем самым синдромом гиперактивности, дефицита внимания, до конца своих дней. Вот, поэтому всё специализируется, специфицируется и направляется в нужное русло. Вот эти две структуры, да, то есть древний мозг, который регулирует наши реакции, да, то есть там хотеть пить, там сердечко сокращается, что-то слышать, видеть сокращение зрачков, да, при изменении света и так далее. То есть научиться управлять своим телом – это одна история. Потом взреет лимбическая система. Это система, которая, собственно, управляет нашими эмоциями, когда мы там что-то чувствуем, испытываем, да, когда мы тут хотим, не хотим и так далее. И только потом начинают развиваться корковые структуры. К семи годам, да. Мозг развивается до 20, там, 1-5 года у разных людей по-разному. Поэтому он не прекращает делать это с подростковостью. Ну, конечно, 3 года – это самый ранний сензитивный период. И что происходит? Если вы начинаете на своего ребёнка наслаждать интеллектуальные данные в виде разных этих ментальных арифметик, знаний, чтения письма и тому подобного, если он сам не проявляет к этому интереса, это, в общем, доходно. Почему? Потому что вы начинаете забирать энергию с ещё не развитых лобной дарей, да, то есть префронтальной нашей коры, которая отвечает именно за интеллектуальные действия, за интеллектуальные операции. Она ещё не развита, и ей даже ещё и не время развиваться. А вы забираете всю энергию из более ранних структур на то, чтобы развивать вот эти вот, собственно, префронтальные отделы. И что происходит? В лучшем случае начинают страдать все те две предыдущие, да? Начинает страдать либо эмоциональная сфера, потому что ребёнку реально приходится себя подавлять, он ещё не умеет, там развивается ещё система, как вообще плакать, а когда не плакать, а мы тут на него, значит, эти алгоритмы и всякие это, how do you do накладываем, да? То есть что делать с этому бедному ребёнку? Понятно, что забирать энергию из того, где она очень нужна. И поэтому очень много сейчас, да, исследований нейробиологов вообще, в мире науки направлены на то, чтобы посмотреть, как потом вот эти детки, которых начали мучить, да, вот этими знаниями интеллектуальными, где у них недобор, где у них недочёт, где их мозг сработал на дефицит, где он развился не в достаточной степени, да, в недостаточном мире. Это невероятно интересно, и это законы биологии, это законы эволюции, это то, против чего не попишешь, не попрёшь, каким бы желанием мы не обладаем. Другой совершенно вопрос, да, когда ребёнок сам проявляет к этому интерес в виде игры, тогда, да, пусть, пожалуйста, играется, конечно, ни в коем случае ему не препятствуем. Или когда, допустим, вот в моём случае, да, я неизвестным для мамы с папой способом и сама научилась читать. Когда я маме прочитала там что-то из газеты, она рассказывала мне о том, что они там с папаней и с моим бедным обалдели, потому что, в общем-то, ну, где-то там я подходила к маме, и там в газету типа, а это какая буква? Она мне говорила, а это какая буква? Но никто принципиально, сильноправленно меня не учил. И где-то в три годика, да, я уже могла читать газеты какие-то там, и, ну, разговаривать я вообще могла очень-очень рано, да, до полутора лет я уже разговаривала предложениями, как мне рассказывают. И, кстати говоря, ещё интересный момент, для тех, кто, собственно, дослушал до этого момента, как вы думаете, почему мы не помним в наших ранних детских воспоминаний? Можно нажать паузу и даже подумать, и даже напечатать какое-нибудь предположение в комментарии, да, а потом послушать дальше этот ответ. Существует теория, предполагающая, что мы наши воспоминания строим в форме нарратива, то есть в форме словесного повествования. Всё то, что мы о себе помним, это наши рассказы самим себе о происходящих событиях. Именно поэтому, когда мы совсем-совсем маленькие, мы не обладаем языком, и поэтому мы не помним себя до того момента, когда начинает развиваться наша речь, когда мы сами себе готовы эти рассказы строить и закладывать их в свою память. Значит, это по поводу развития нейробиологического, да, то есть мы узнали самое то, что мозг наш по-любому эволюционно, нейробиологически развивается от более древних структур к новым, а неокортекс наш, наша префронтальная кора, да, контролирующая наши знания, да, то есть руководствующая яся темы, что мы можем выучить и узнать, она развивается в самую последнюю очередь. Это одна история. Вторая тема, которую хочется затронуть, это, конечно же, невероятные трудности, которые испытывает ребёнок по декодированию собственного языка. Когда ребёнок рождается, он не владеет языком, и он не пользуется репетиторами, учителями или кем-то ещё, он даже книгами и словарями не пользуется для того, чтобы внедриться в социум, в котором он рождён, и он должен этот язык воспроизвести, усвоить и начать воспроизводить. Это колоссальнейший труд нашего мозга, да, то есть из ничего создать какую-то систему общения, расшифровать, о чём там мама с папой говорят, понять, признать, и потом ещё и самому научиться использовать. В этом плане есть интересная теория, на ум-помске есть дяденька такой, да, и ещё, слава Богу, он и неживущий, очень выдающийся в Америке, да, лингвист, философ, можно его посмотреть, и, да, мой любимый Позлер тоже очень с ним дружит и любит с ним делать разные видео, можно даже это найти на эту тему. Но меня удивляет, почему современные филологи, не знаю, по-моему, Хомского, честно, иногда я прям вот как-то удивляюсь. Ладно, это другой профессиональный, как всегда, болевой вопрос. Так вот, он предполагал о том, что у нас в голове существует, в нашем мозгу некие, грубо говоря, запрограммированные структуры языка. То есть мы не можем, там есть интересный момент. Он приводит примеры, что в языке заложенной capacity, точнее в мозге, пардон, заложенной capacity, способности, возможности, да, развиться в полноценный человеческий язык, но они должны быть использованы, эти capacity, способности, до определённого возраста. Если этого не происходит, то получаются дети мамы. Мы знаем, да, о том, что существует огромное количество детишек, которые попали в неблагоприятные ситуации, где либо с ними не общались, либо были там не совсем «Алё, родители», да, «Алё, гараж, что тут нету никого». Либо это были какие-то ситуации, когда дети действительно были найдены, ну, вот, прям в лесу, да, они как-то там выживали, росли, не знаю, и эти дети никогда не обладели речью, ну, да, такой, чтобы они могли передавать какие-то свои сообщения и мысли другим людям. В общем, страшно сказать, но такие вот прям совсем крайние случаи, они показывают, например, того, что эти дети не жизнеспособны, и, к сожалению, самые взрослые из них, из таких детей Маугли, уходили из жизни там в 14-15 лет, да, это в случае там нахождения их где-нибудь лет в 9. Поэтому если наш мозг не успевает в определённом сензитивном периоде, да, наслушаться эту речь и начать её, вот, декодировать в свою внутреннюю речь, то тогда он так никогда и не сможет эту вещь овладеть. И, соответственно, что мы имеем? У ребёнка должен быть стимул, да, то есть у него постоянно должно быть предъявляемое нечто, с чего он будет считывать и обучаться этому языку. То есть это другой вопрос, да? Да, в нашей голове, в нашем мозгу заложены структуры, по которым мы можем, как бы, эти языки, грубо говоря, да, эскалировать, то есть выразращивать, делать их более развитыми, осваивать, применять, внедрять в свою жизнь практику. Но при этом эти структуры должны быть, опять же, вовремя использованы. Это второй момент. Значит, суммируем, да, первая история про то, что мозг развивается у нас эволюционно и, да, от древних структур к современному. Второе, то, что есть сензитивный период для развития языка. И теперь третье, самое интересное, bilingual brain. Подойдём к вопросу двуязычного мозга. И двуязычный мозг, к счастью или к сожалению, получается только тогда, когда мама и папа являются представителями разных языковых культур. К сожалению, гувернантки, нянечки, носители, приходящие в ваш дом, не сделают из вашего ребёнка двуязыкового, да, то есть bilingual brain из него не получится. Это будет просто в раннем возрасте освоенный язык. Потому что это работает в том числе и на генетическом уровне. Несмотря на то, что гена определённого, сто процентов, да, чтобы генетики сказали, есть геный язык, а нет. Ну, там уже что-то на эту тему в науке ведётся очень интересное. Собственно, значит, когда-нибудь человек рождается в семье, где два языка, где мама на них говорит на одном, папа на другом. А ещё есть ли катастрофа, там, бабушки с дедушками говорят на третьем, допустим, языке. Или у мамы фетиш какой-нибудь, ещё третий язык ребёнку насадить, да. Ну, как, допустим, здесь, да, там, в Израиле, мама на русском, папа на иврите, а ещё и вот хочется, там, на английском, да, то есть три языка с детства ребёнку, собственно, в голову засадить. Здесь всё тоже будет очень индивидуально. Конечно, мы должны сразу сказать, что bilingual brain, тот самый двуязычный мозг, это потрясающая штука. Это невероятно конкурентоспособный, живой, превосходящий по многим параметрам мозг, да, любого другого человека, который вырос в моноязычной среде, да, то есть в одноязычной среде. Когда такие детишки вырастают, они действительно быстрее соображают, лучше соображают, у них более развито критическое мышление, у них лучше проводимость из одного полушария в другое полушарие, то есть мозольское тело, у них там более спещрено, да, всякими каналами, которые этой проводимости способствуют. Это дети, которые, ну и потом уже люди, которые в том числе, помните, я неоднократно упоминала такое понятие, как языковая личность, да, на русском у тебя может быть одна языковая личность, на английском у тебя совсем другая языковая личность. Ну такая, ну, в кавычках, конечно же говоря, да, некая расщеплёнка, да, то есть это в тебе живут два разных человека. Всё в кавычках, я утрирую, да, то есть в этом плане я понимаю, о чём я говорю, да, то есть там всё с психикой нормально, но тем не менее я рассказывала об экспериментах, когда человеку задавали вопрос на русском языке, он отвечал одним способом и тот же вариант, да, вопрос на другом языке и ответ был совершенно другой. Это не потому, что он какое-то там мнение свое меняет, это потому, что у него разные языковые культуры, да, языковые личности. Bilingual Brain — это прекрасно, но для того, чтобы стать таким закалённым, да, крутым и вот быстрым двуязычным мозгом, детский мозг страдает невероятно. Пометуя вот ту историю, которую я рассказала, про то, что это очень сложный процесс раскодировать, понять язык, так тут представьте себе, ещё и два или три на ребёнка свариваются. Поэтому мне не дадут соврать, да, сейчас мамочки, у которых детки в двуязычных семьях растут, очень часто эти дети очень долго молчат. И нередкие случаи, когда к четырём, даже к пяти годам они идут с такими детками к врачу с жалобами на то, что ребёнок не разговаривает, то есть его речь не развивается. Он не то, что просто молчит, но он не разговаривает, так как уже хотелось бы и так он должен был бы разговаривать к этому возрасту. И что тогда делают когда-то, наверное, они рекомендуют семейной паре полностью исключить все языки, кроме одного. То есть одного ведущего, который они считают будет доминировать в развитии культурного этого ребёнка. И тогда, когда там проходит какое-то время, ребёнок начинает очень быстро говорить, и вот после этого уже начинается развитие того самого второго и, может быть, даже третьего языка в голове этого носителя. То есть это всегда очень сложно. Когда родители не знают, что такое bilingual brain, когда они не знают определённых законов нейробиологии, когда они не знают законов психологии, вообще просто законов детского развития, развития детского мозга, они очень много и очень часто делают неправильно. Они разговаривают с этим ребёнком неправильно, он просто не способен уловить, успеть раскодировать два льющихся потоком без объяснения на него языка. Поэтому родители молодые, если вы хотите сделать bilingual brain из своего детяти, то, пожалуйста, начитывайтесь, узнавайте на эту тему всё и так, чтобы не делать ребёнку с детства травму в этом плане. То есть это тоже очень интересный вопрос, как вы понимаете. Bilingual brain это фантастика и, к счастью, на самом деле всё равно, как бы то ни было, в каком бы возрасте кто бы ни был не начал изучать язык, это всегда будет boosting your brain, то есть это всегда будет ускорять ваш мозг, это всегда будет делать его лучше и более способным. Ну и, собственно, вот такой большой прелюдии, давайте вернемся к самому главному вопросу, когда же стоит начинать обучать ребёнка нестанным языком. Вообще, в идеале, ребёнок должен до школы быть ребёнком и наслаждаться жизнью. Он должен играть, и потому что в этом возрасте у ребёнка всё формируется формируется через игру. То есть, да, это игры, это самостоятельные игры, игры в компании, это куколки, муколки, это сценарии, это какие-то эпизоды, когда они нас закрывают, потому что именно в этом возрасте у ребёнка ведущей деятельностью является игра. Через игру он развивается, через игру он разряжается, через игру ребёнок снимает стресс, через игру ребёнок развивается и растёт. Поэтому нужно, конечно же, обогащать среду ребёнка. До школы, если ребёнок сам не проявляет инициативу, не нужно его ничем мучить особо. Но, есть хитрое но. Когда мы организуем игровое пространство ребёнка, мы должны делать его обогащённым. А вот обогащать эту среду вы можете уже тем, что вам хотелось бы в этого ребёнка внедрить и вселить. Если он будет играть с чем-то на английском языке и не будет замечать, что его обучают, насильно впихивают в голову словарь или ему в сворские, кембриджские, если это будет происходить именно так, без нажима, без чужих дядей и тёти и без всего там остального, то тогда это всё будет замечательно. На самом деле огромное количество мамочек, даже не владеющих в совершенстве языком, всё равно могут это делать. Это какие-то мультики на английском, это какие-то игрушки с английскими словами, да? То есть это всё можно делать, но только ни в коем случае не в насильственной форме. Чем естественнее будет подача языка в голову вашего пока что ещё малыша, тем лучше это будет. Ну а со школы уже сам Бог велел, да? То есть как только начинаются школьные всякие развития учебных навыков, вот тут уже на язык надо налегать в полный рост, и чем быстрее, тем лучше, да? То есть чем быстрее ребёнок будет познавать язык, тем, конечно же, это будет лучше. И здесь очень прям вот опять больной вопрос. Никакой надежды на школу, к сожалению, нет. Если это не какая-нибудь супер частная, супер индивидуальная, супер продуманная, супер элитная школа, где знают, как это делать правильно, где работают не только педагоги, но и психологи и лингвисты, то есть люди, знающие, как это работает, то вот тогда, конечно, это здорово. А если это простая общеобразовательная школа, ну, это превращается в мою большую печаль, потому что я с детками тоже работаю и когда приходит там ребенок уже с серьезным классом, с несерьезным языком, ты расстраиваешься, потому что уже вот тогда надо начинать подавать это все через другую призму. И тогда ты идешь полностью в разы с программой, да, и вот не совсем комфортно получается, когда ты должен восстановить училие и помогать со школьной историей, да, чтобы все-таки оценки не хромали, и там тоже уже уровень другой, и в общем, я поражаюсь, почему в седьмых классах учителя не бьются за то, чтобы донести для ребенка язык, начинают давать ему там уровень интермедиат или апоинтермедиат. Это странно, на мой взгляд, конечно. Надо сначала убедиться, на каком уровне студент, а потом уже давать ему какие-то языковые задачки. Вот эта вот история, когда перестали делить на уровни детей из школы языка, именно по знанию языка, я говорю, да, это очень-очень печально, потому что кто-то справляется, кому-то нужна помощь, да, и, естественно, это может потом в дальнейшем пагубно сказаться на том, что ребенок просто не будет любить язык, да, у него будет отвращение из того, что там были двойки, из того, что не получалось и так далее. Вот, примерно такое интересное рассуждение можете представить, как один вопрос, да, когда стоит начинать ребенка обучать иностранному языку, может ввести нас в такое глубочайшее психологическое, нейрологическое, да, лингвистическое вот такое рассуждение. Надеюсь, вам было интересно. В комментариях делитесь опытом, как вы своих деток начинали обучать иностранным языкам, или когда и как вы лично начинали изучать иностранные языки. Всех, кто желает этому научиться, приглашаю на индивидуальные уроки, пробный урок, как всегда, бесплатно. Надеюсь, было интересно, еще раз полезно, и жду вашей идеи в комментариях на, может быть, еще какие-нибудь интересные видео в будущем на радиацию у нас с вами совместным трудом. Спасибо, мои студентки, за вопрос. Не буду называть имени, потому что не спрашиваю разрешения. Собственно, поэтому мы оставим автора анонимным. Но я думаю, что этот вопрос очень многих интересовал. Все, мы пока рядышком. Всем хорошего настроения. Пишите. Бай-бай. Бай-бай.